Добрый вечер. На круглосуточном телеканале ПС информационная программа «Панорама Севера». Новости столицы по морю представлю я, Ирина Кожина. Вчера вечером в аэропорт Васькова прибыл спецрейс с пострадавшими в авиакатастрофе в Ненинском автономном округе. Среди них двое жителей Архангельска. Напомним, по данным МЧС России по Архангельской области, в вертолете Ми-8, который потерпел крушение недалеко от поселка Варандей, находилось 7 человек. Трое архангелогородцев, членов экипажа и четверо пассажиров. В результате аварии командир-стажер 1986 года рождения получил сотрясение головного мозга. У пилота-инструктора 1969 года рождения перелом правого бедра. Бортмеханик 35 лет и один пассажир погибли на месте. Еще один пассажир со сложными травмами оказался нетранспортабельным. В аэропорту Васькова борт встречали медики и сотрудники МЧС. Пострадавшие были доставлены в Архангельскую областную больницу для лечения по месту жительства и получения специализированной помощи. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. 35 лет назад, в 1979 году, было принято официальное решение о вводе советских войск в Афганистан. Операция по оказанию интернациональной помощи афганскому народу проходила в условиях строгой секретности. Сегодня наш рассказ о военном советнике Юрии Поздееве. В составе радиотехнических войск он обеспечивал бесперебойную работу системы ПВО Республики Афганистан. В воюющий Афганистан Юрий Павлович попал в марте 80-го, в достаточно зрелом возрасте, в 39 лет. К этому времени за плечами уроженца Двинского Березника и выпускника Пушкинского радиотехнического училища были успешная служба в советской армии и опыт работы военным советником в Йемене. Как классного специалиста пригласили его и в Афганистан, советником при штабе командующего радиотехнических войск Республики Хаджи Абдулхака. Однако работа предстояла отнюдь не штабная. Постоянные командировки, развертывание радиолокационных станций и оборудование командных пунктов. Приезжаем на две станции, одна станция неисправна. Зашел на одну станцию, посмотрел, не работает антенна. Пришлось мне самому лезть. Там стоит этот горах. С соседней горы уже там горят пакистанцы. Тушманы. Более 20 точек по всей республике. Везде свои особенности. Главное из которых – люди, с которыми пришлось служить и выполнять военные задачи. Ощущение было настороженное. Такое, что пистолет с собой, автомат с собой, а гранаты несколько штук. Так вот сейчас ты и думаешь, зачем же это надо было. Это сейчас, а тогда, вспоминает Юрий Павлович, никакого страха не было. Но тем не менее, военная командировка закончилась неожиданно. С каждым месяцем пребывания ограниченного военного контингента в Афганистане напряженность росла, и руководитель республики Бабрак Кармаль заявил, что советских войск не приглашал. В связи с чем Юрия Поздеева уже не пустили в Кабул после отпуска. Виктор Кузнецов, Олег Ширяев, Панорама Севера. В 2008 году в Поморье стартовала акция «В Новый год без долгов». Ее организатор – служба судебных приставов. Уже шестой год подряд специалисты ведомства предлагают всем желающим проверить свой долговой статус и в случае необходимости погасить финансовые обязательства на месте. Акция проходит в крупных торговых центрах. На одном из таких мобильных пунктов побывала наша съемочная группа. Новый год нужно встречать без долгов. С этим полностью согласна архангелогородка Марина Севак. Чтобы лишний раз убедиться в том, что никаких неплатежей за ее семьей не числится, женщина просто подошла к мобильному пункту судебных приставов. Для этого не нужно предъявлять документы. Всю информацию приставы проверили по специальной базе данных. Убедилась я, что у меня есть долгов, так что я очень рада, я согласна, что вот такие мобильные точки, очень даже удобно, чтобы подошел, узнал, посмотрел. Нет долгов, рад, доволен. Так что можно ехать спокойно куда-нибудь отдыхать на Новый год. Всего в мобильный пункт судебным приставам-исполнителям обратились более 100 архангелогородцев. Они оплатили свои задолженности на общую сумму около 12 тысяч рублей. В основном это штрафы ГИБДД, госпошлина и налоги. Только в городе Архангельске на 18 миллионов рублей долгов, это те долги, которые не превышают тысячи рублей. То есть это 100 рублей 500 рублей. Хочется предупредить или лишний раз напомнить архангелогородцам, что мелкий штраф, те же 100 рублей или пении вообще копеечные, не оплаченные вовремя, они несут дополнительные расходы. Если штраф или мелкая задолженность не будет уплачена, то будет взыскан исполнительский сбор, а он составляет не менее 1000 рублей с мелкой суммой. Накануне новогодних праздников мобильные пункты судебных приставов продолжат свою работу в многофункциональных центрах региона уже с конца этой недели. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. Продолжим денежную тему. Непростая экономическая ситуация в стране и в мире накладывает определенный отпечаток и на финансовое благополучие северян. Мы поинтересовались у архангелогородцев, делают ли они накопления и какие действия предпринимают, чтобы рост цен не ударил по их карманам. Пока как есть. Никаких накоплений не делаем. Все то же самое. Как жили, так и живем. Ну, сейчас уже я так поумнее стала, конечно. Смотрю каналы, РБК и прочие, где учат деньги не держать в рублях. Поэтому у меня все нормально. Ну, меня, конечно, все это беспокоит, но как бы мне у меня такой возраст, что я уже считаю, что на мой век хватит. Стараюсь покупать подешевле продукты, поменьше есть. Накопление немного-то есть, запас нет. Ну, вот так примерно на месяц закупаешь такая. Уж надолго нет. В принципе, я сейчас не тороплюсь, потому что есть несколько проектов, которые требуют финансовых вложений. Жду ситуации, как она разрешится, что будет дальше. Кто говорит, что будет наоборот спад цен, кто говорит, что будет подъем. Поэтому тут как лотерея, повезет, так повезет, не повезет, не повезет. Ну, что делать? Если уж не повезет, ну, придется платить дороже. Никуда от этого не денешься. Накопление делать, я считаю, что сейчас, в данный момент, ну, как-то не очень имеет смысл. Никаких финансовых накоплений. Живу на одну пенсию. Так что, ну, цены, да, растут и пугают. Потому что, говорят, чуть ли яйца не по 80 рублей к Новому году будут. Так не знаю, правда или нет. Ситуация, конечно, очень непростая. Накопления не делаем никакие. Все уже сделано в квартире у детей. Поэтому пока вот так. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. На прошедшей сегодня пресс-конференции о незаконных вырубках хвойных деревьев предновогодний период министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Сергей Шевелев познакомил журналистов с правилами заготовки перевозки ели. По данным регионального министерства, с каждым годом желающих срубить новогоднюю красавицу становится все меньше. Причиной этого стали высокие штрафы и систематические рейды лесных инспекторов. Ответственность за правонарушения составляет от 3000 рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Сергей Шевелев призвал архангелогородцев бережно относиться к природе, не поощрять выруху лесов и использовать в праздничных украшениях искусственные ели. Сухогруз «Бриннаволок», который попал в ледовый плен недалеко от порта Варандей, благополучно завершил рейс. 16 ноября теплоход класса «Река-море» не смог зайти в порт назначения, не дойдя до цели около 10 миль. Зажатый ледовыми полями, он двигался вдоль побережья. На помощь судну пришел ледопол «Тор». Команда «Бриннаволока» не пострадала, а теплоходу пришлось вернуться с грузом в Архангельск. Подведены итоги регионального конкурса «Ярмарка бизнес-идеи». Возможность заявить о себе и о своем деле была предоставлена молодым предпринимателям Архангельской области в возрасте от 18 до 35 лет. Заключительным этапом конкурса стали публичные презентации проектов участников. Трое финалистов получили специальный приз – возможность совершить деловую поездку в США за счет принимающей стороны и содействия в оформлении визы. Поет и танцует Зареница. Большой концерт участники новодвинского вокального ансамбля «Зареница» посвятили своим мамам. На праздники побывала съемочная группа Нор-ТВ. Их песни знают и любят. Вокальный ансамбль «Зареница» существует в нашем городе уже 9 лет. Коллектив постоянно принимает участие в конкурсах различных уровней. Не так давно участники ансамбля стали дипломантами областного конкурса юных исполнителей народного пения имени Владимира Смирнова. Зал Дворца культуры был полон. Со сцены звучали трогательные стихи и песни. Мамы были главными гостями праздника. Валерия Третьякова занимается вокальным ансамблем «Зареница» с 6 лет. Девочке очень нравится народное творчество. Свой номер она посвятила в первую очередь своей маме. Мы ходим в ансамбль «Зареница» уже достаточно давно. И мне очень нравится, что моя дочь занимается. Есть успехи. Меня это радует. Начала выступать уже сольная. Раньше пела только в полном составе. Мы ни один концерт стараемся не пропускать. По уголь, ушел, Ванюша, по уголь, по уголь, по уголь. Концерт не оставил равнодушным ни взрослых, ни детей. После финального выступления зрители еще долго аплодировали участникам ансамбля. Архангельская область продолжает удерживать статус одной из лучших школ по ажурной кружевной резьбе по кости. Наш земляк Александр Юрьев вернулся из Якутии, где принял участие в фестивале «Косторезное искусство народов России». И, конечно же, вернулся не с пустыми руками. С подробностями Инга Швецова. Выбор профессии был определен задолго до его появления на свет. Александр Юрьев родился в Холмогорах в семье Косторезов. Когда ему исполнилось 15, поступил в Ломоносовскую художественную школу. Там три года обучался резьбе по кости, а уже потом совершенствовал свое искусство самостоятельно. Итог труда – вот это масштабное изделие – шахматы «Арабеско». Ажурная техника, рельефная резьба, больше тысячи деталей. С этой работой и выступил на Международном фестивале Косторезного искусства в Якутии. Можно сказать, что в процессе изготовления рука начинает сама искать правильный путь и сама режет правильно уже. Даже если полностью не представляешь в голове все изделие, то несколько элементов вырезать, то видно результат, как получается. Косторезное искусство пробуждает в человеке жажду приключений. Вот и у Александра Юрьева есть мечта – отправиться в исследовательскую экспедицию на Дальний Восток и постараться добыть столь желанный трофей, как бивень мамонта. А что изготовить из этого материала, резчик уже знает. На тему греческой, античные все божества выполнить. Там морская тема может присутствовать. Кубок, наверное, с нашими царями. Азы своего мастерства Александр Юрьев преподает в Лесотехническом институте САФУ. Его студенты на протяжении двух семестров осваивают это сложное, но очень увлекательное ремесло, благодаря которому в них развиваются такие качества, как терпение и усидчивость. Воспитанники признаются, благодаря этим занятиям они открыли не только удивительный мир косторезного искусства, но и смогли обрести себя в этом мире. А для настоящего учителя это высшая похвала. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. Двинская лыжня. Так называются соревнования, которые прошли сегодня на стадионе в Малых Карелах. В лыжных гонках приняли участие дети с инвалидностью и воспитанники социально-реабилитационных центров. Праздник спорта, воли и силы духа организован в рамках благотворительной акции «Сегодня я помог детям». Слово Екатерине Грициенко. На торжественном открытии соревнований пять команд. Их участники – воспитанники социальных учреждений из Архангельска, Новодвинска и Приморского района. Настрой серьезный, и все же этот праздник не обошелся без веселых гостей. Неожиданно для всех на площадке появляется настоящий Дед Мороз. Небольшая разминка перед гонками, и вот с волнением ребята выходят на старт. На горизонте у спортсменов от 9 до 11 лет – километровая дистанция. Для детей от 12 до 14 – трасса вдвое длиннее. Там была страшная трасса, потому что там очень было много трехунков, и можно было упасть. Но я выдержался и ни разу не упал. Я бежал очень быстро, но падал я редко. Сколько раз упал? Ну, три-два раза. После личного первенства – командная эстафета и забег на 100-метровку для детей с инвалидностью. Дистанция короткая, но для таких спортсменов отнюдь непростая. Однако преодолел ее каждый, кто двигался вперед навстречу своей цели. После соревнований эмоции бьют через край. За чаем и сладостями ребята обсуждают прошедшие гонки, а потом получают новогодние подарки от Деда Мороза и торговой сети «Дисмо». Такие мероприятия очень важно проводить, потому что не должно быть обиженных и обездоленных детей. И чужих детей, по идее, не должно быть. Они все наши. В преддверии Нового года очень хочется пожелать таким детям здоровья, счастья, удачи. И чтобы на их жизненном пути всегда были рядом добрые люди. И вот долгожданная церемония награждения. Кубки, медали, дипломы. Здесь все, как в большом спорте. Сегодняшний как раз праздник лучший. Он и показал, что у детей с ограниченными возможностями, на самом деле, возможности безграничны. Они соревновались на таком же уровне, как обычные дети. Испытывали такую же радость, счастье. Эти соревнования как раз тот случай, когда участие уже победа. И независимо от показателя секундомера, каждый, кто бежал сегодня по Двинской лыжне, заслужил право быть первым. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. Что смотреть? Анонс прямых трансляций самых важных и интересных событий поморской столицы в рубрике «Открытый город». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 10 декабря в 9 часов 30 минут смотрите прямую трансляцию 13-й сессии Архангельского областного собрания депутатов. Среди обсуждаемых вопросов областной бюджет на 2015 год. 10 декабря в 18 часов 30 минут в прямом эфире телеканала ПС пройдет концерт заслуженной артистки России Аллы Сумароковой «Песня «Русская моя». Мы продолжаем следить за играми «Водника». 12 декабря в 19 часов состоится прямая трансляция со стадиона «Труд», где пройдет матч чемпионата России по хоккею с мячом. Архангельский «Водник» принимает в гостях Иркутскую «Байкал Энергию». Спортивный эфир продолжит полуфинальные матчи Кубка Архангельской области по волейболу среди мужских и женских команд. 13 декабря в 12 часов смотрите прямую трансляцию из детской юношеской спортивной школы номер один. Для любителей бильярда 14 декабря в клубе «Жеглов» пройдет чемпионат Архангельской области по динамичной пирамиде. Одно из самых зрелищных игр в русском бильярде. Начало прямой трансляции в 12 часов. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 63 97 20. Откройте город вместе с нами. Далее в выпуске информация о курсе валют. По данным Центробанка на 10 декабря доллар США 54 рубля 21 копейка евро 66 рублей 88 копеек. Это были новости на телеканале ПС. Далее в нашем эфире программа «Вопрос к психологу». Почему я принимаю все близко к сердцу тема разговора. Напомню информационную программу «Панорама Севера» можно найти в интернете на сайте правдосевера.ру. В студии была Ирина Кожина. Хорошего вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова